здравствуйте дорогие друзья мы вас приветствуем на очень необычной встречи редко такое происходит наверное раз несколько лет лет такая встреча может состояться во-первых казахстане во вторых агбулак очень интересное место недалеко от алматы а в третьих это главное два замечательных человека который рядом со мной это мои друзья с которыми мы прошли уже несколько лет очень интересных событий и об этом мы хотим с вами поговорить я сейчас провожу здесь в агбулаке свой тренинг резонанс некрасова это новый совершенно тренинг удивительные процессы происходит как всегда вы помните мои друзья это ширина раз и игорь ким они были участниками моих прежних потоков связи с этим есть очень интересные результаты частности одним из результатов о которых мы наверное с которого начнем это результат является вот эта книга вот эта книга как приходят дети игорь ты тоже здесь принял участие в этом в этой книге не удивляйся потому что она вообще рождалась здесь по сути по сути рождалась здесь именно здесь ширина раз пройдя поток жизни полностью поменяла свою жизнь и возникло желание написать книгу родить еще ребенка создать новую семью то есть в общем здесь игорь к этому причастие он приложил свои реальные руки у него руки как раз настроены на то чтобы помогать женщинам во многих жизненных ситуациях так вот мы будем об этой книге но прежде чем о ней говорить я хочу чтобы вы представились давай меня зовут игорь ким я помогаю людям освобождать эмоциональные блоки из тела то есть быстрое избавление от стрессовых ситуаций но тело освобождение тела я подтверждаю что игорь большой специалист в этом действительно вот он на потоках я его специально прошу помогать женщинам поработать с телом то что тренинг серьезный глубокий мощный головы меняется сильно но тело отстает и поэтому телу надо помогать и вот игорь у нас работает специалистом по телу через пожалуйста представь себя тоже всем здравствуйте меня зовут ширина раз я психолог который работает с темой бесплодия беременности а также врач и соавтор книги как приходят дети да эта книга в соавторстве ширина подошла ко мне на этом на другом тренинге не помню живет что давайте напишем вместе книгу для женщин которым трудно родить детей у которых не приходят дети по каким-то причинам а это моя тема я сразу сразу согласился потому что знаю насколько это вопрос важный болезненный для многих и помочь в этом через книгу это конечно дело классно тем более когда предлагает врач соединение с медициной тем более все будет достаточно взвешено грамотно мудро глубоко в принципе так и получилось немного расскажи как ты вообще как тебя родилась идея подойти ко мне и предложить написать книгу знаете я вообще если так сначала прям сама войти с самого детства у меня была мечта написать книгу и на самом деле эта мечта меня сопровождала по жизни когда я уже выбрала свой путь путь помощи женщинам да путь врача путь эксперта через какое-то время я поняла что меня физически на всех не хватит на всех чтобы с каждым поработать индивидуально каждому что-то дать и мне захотелось создать что-то такое что было бы доступно для каждой женщины чтобы она смогла соприкоснуться прочитать изменить состояние и впоследствии изменить свою судьбу я поняла что я хочу это сделать не одна а именно с вами в соавторстве потому что ваш опыт ваши знания ваша мудрость она как раз таки великолепно легла в основы этой книги ну не только это кроме того что кроме этого еще то что у меня достаточно большой авторитет в книжном мире и я понял что такая книга должна сразу пойти широко ее нельзя выпускать так как-то потихоньку чуть-чуть по чуть-чуть она нужна всем по сути вот книга материнская любовь ведь в этом году и юбилей 20 лет она зашла в очень много семей много миллионов семей имею ее имеет так вот а это как бы продолжение это специальная тема этой книги это это этой книги материнская любовь то есть я думаю что понял что она должна пойти сразу широко и глубоко поэтому предложил сразу взять самое известное издательство все оформить очень классно мы сделали обложку пригласили классного художника то есть это был серьезный такой процесс до не получилась замечательная книга ну расскажи о своем волшебстве связан с этой книгой да когда мы начали писать с анатолием александровичем книгу в какой-то момент у нас супругом тоже стал вопрос о планировании беременности и я как обычно да то есть начала давать это анализы проверяться и выяснила что на когда начала проверяться что один из гормонов которые как раз таки влияет на зачатие амг он у меня критически снизился я понимала из-за чего он снизился да вследствие больших стрессовых факторов которые привели к этому и у меня как у врача и как вообще у специалиста как у эксперта первое время был просто шок то есть я действительно я была в таком шоковом состоянии несмотря на то что я в этой сфере работаю несмотря на то что я помогаю и с такими диагнозами да женщины становятся мамами но когда это коснулось непосредственно меня то есть я потерялась я помню как я позвонил анатолий александрович у нас даже не было назначено еще созвона да по скайпу когда мы вот обсуждаем главы книги просто написал ска мне срочно надо с вами поговорить я позвонила это были слезы это была такая вот моя личная боль где я вот прям полностью ему все скалами скажи подожди не торопись у тебя все получится сейчас выдохни ребенок придет и действительно в процессе написания в процессе моих каких-то личных проработок да несмотря на то что даже этот туда тут анализ да вот этот показатель амг кто не знает это действительно важно показали он был на нуле молочка пришла да это классно конечно и в твоей практике тоже наверное существуют такие вещи когда женщины после твоих рук бывает выходит да он будет и ты уж ты вот чем мы говорим тебе это понятно потому что это такая радость для женщины ожидающие и не могущие родить это потом получается получаешь благодарность я получаю на благодарности единство женщины свои мысли немножко выражают по-другому там я родила спасибо тебе большое это начинается это читаешь кто ты а жена рядом сидит и я подожди она уже закипает подожди ты вот у нас с мужем там я вот видела она они же с главного начинают я родила спасибо тебе в нашей профессии есть некоторые неудобства помогаешь людям а потом оказывается то что это ты делаешь еще и не совсем корректно для себя друзья но вот эта книга завершая разговора книги я хочу сказать что она действительно волшебная то есть она уже во время написания помогла родить ширин ширин москву на презентацию книги приехал уже с малышкой кроме всего прочего она оказался вообще-то книгой более широкого применения она важна для девочек старшеклассниц молодых семей которые создают семьи молодых мам которые мечтают родить ребенка и причем здорового ребенка и как что делать во время беременности зачать мы зачатие рассматриваем зачатие беременности роды то есть все проходит здесь это важно также тема для тех семей у которых все вроде хорошо благополучно но они хотят еще следующего ребенка или следующих детей обязательно эту книгу прочитать то что это гарантирует вот эта книга гарантирует приход здоровых детей что сейчас в общем-то не всегда происходит вот и что еще эта книга для родителей молодых родителей и для старших родителей бабушек-дедушек потому что на приход здорового ребенка влияет весь род весь род поэтому эту книгу желательно прочитать всему роду тогда вы гарантированно получите замечательный результат ну вот такой разговор у меня вопрос один как вы ширин выбрали или кто выбрал как вообще-то родилась идея и почему выбрал именно ширин пол потому что я так понимаю предложение с авторсти очень много вас должно очень много и тут и ширина на специальный писатель и вы выбираете с ней со авторства и это как сошлось все звезды знаете у меня часто бывает такое я что-то говорю то есть не задают вопрос я что-то говорю не спрашивают а почему вы так сказали сейчас я подумаю почему я так сказал я живу вообще-то как как говорят в потоке как сейчас модно говорить в потоке то есть для меня каждый знак каждое событие каждый разговор каждая личность каждый человек который подошел ко мне это уже что-то что-то для меня важное то есть я очень с любовью с уважением отношусь сразу вхожу в суть и когда подошла ширин но с ее красотой с и здесь еще и предложила тему которую на которой я очень много знаю но я эту тему широко не освещал и понял что у меня здесь пробел и то что она врач это сыграло большую роль то что это не просто психолог а это врач и врач-психолог и вот это все все вместе сложилось я прям моментальный шар да все четко идем а за писательство это неважно писательство я вытянул есть еще одна книга тоже написано с авторством на две книги написано еще с авторством всего три коротко скажу потому что это не очень интересные моменты первая книга который написал с авторстве с профессором психологии с доктором психологических наук из санкт-петербургского университета это женщина который за 60 она приехала ко мне на тренинг вся такая профессор сидит в ночном говорите я профессор психология вы такие вещи короче хотела уехать останьтесь она осталась на один мой тренинг на второе это было проходило в крыму это я думаю как то надо ее переформатировать то что ей уже за 60 детей нет замужем не было чисто ученый много научных работ я говорю давайте вместе напишем к ним она книгу то есть я уже это ей близко о чем осенью думаю что к вы в конце концов я его говорил кстати мы два года писали этот минус как и с тобой сложно писали потому что и с тобой тоже не просто же тебе много пришлось переформатировать много и в себе изменить и вопросах и медицинских медицинские подходы мои подходы не всегда совпадают вот и вот там тоже там она как напишет что-то пришлет это редактив короче через два года я написал книгу хорошо пошла нас на семье это книга проектируем счастливую семью где кто найдет она в электронном виде есть это классная книга но главное то что на 70 лет вышла замуж как-то мне пишет пишет присылает эротические стихи такие причем очень эротические я говорю наталья федоров что это неужели непонятно я вышла замуж за профессора психиатра правда она потом жаловалась на него ну ладно это второй вопрос а вторая книга написаны тоже тоже необычно друзья я ничего что да конечно это очень интересная вещь одну женщину на консультации я никак не мог расширить она все знает она имеет высокий статус чиновника в при власти такая плюс знайка до вашей книги я читала что вы не нового скажет как же ее расширить а проблем море муж уходит из жизни там буквально уже на издыхание там зато она вся такая кипучая и на благо страны работает я говорю давай давайте с вами напишем книгу она так заинтересовала книгу ну да игру ну издадим у вас будет популярность у меня мои книги идут хорошо вы сразу на всю страну будете книгу о чем а вот давайте сейчас я проведу эксперимент и вы увидите о чем это книгу это серию заинтересовал потом говорю давайте я сейчас настрою вообще в общении с душой пообщайтесь с душой пусть она вам скажет кто вы сейчас как вы вообще живете как вы выглядите пусть а душа ваша вам скажет кто вы есть она что это можно уже можно настроил я вышел через пятнадцать минут захожу она вся урёванная все течет это ли что я такая ничего не придумал это ваша душа вам говорит уж она то знает какая и вот и вот давайте вот это будет глава вы напишите то что вам сказала ваша душа о вас а я дам комментарий к этому вы еще раз не поговорите из еще раз да то есть вот и в таком диалоге вы я и ваша душа мы книгу и напишем она согласилась мало того молодец она согласилась и под свои фамилии под своим именем все четко эта книга есть людмила аматорина анатолия некрасов книга называется пробуждение женщины и узнаете эта книга так пошла так вошла главное-то у нее в жизни все изменилось муж встал на ноги построил дом мне все вообще все 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 развернулось так что написать со мной книги это гарантия успеха заметил это прям терапия у вас на самом деле терапия поэтому вообще друзья писать книги это терапия для себя я вот написал 50 считай книг и каждая книга для меня это это мой терапевт то есть написал к я что-то достиг чего-то там к осознал какой-то новый этап жизни новая ступень я написал книги я завершил это и перехожу к следующей ступени то есть это мои ступень вот 50 книг 50 ступеней за 23 года нормальные ступеньки такие мощно антон александрович уверенно сейчас кто-то из на из наших зрителей смотрит и наверняка задумался что а вот я тоже хочу писать но у меня там возможно нет таланта кажется еще что-то можете какие-то пару советов лайфхаках вот дать людям экспертам друзья первый совет носите с собой блокнот все носите с собой блокнот маленькая сумочка маленький блокнот и ручку ручку и какие возникают неожиданные мысли неожиданные какие-то мысли не просто там я пошла купить едешь транспорте или там сидишь где-то на совещании и так далее так далее но раз эту мысль запиши просто пусть одно слово даже запиши не как например даже одно слово записал а потом причем вспомнил ситуацию и его распиши это слово то есть поясни что ты хотел то есть и полилось почему ручкой и блокнот то что когда пишешь рукой то ты пишешь душой мести у нас с детства заложен уже помните выписывали там буковки прочее то тут тут у нас отработан вот этот вот канал соединение с душой и и когда ты начинаешь какую-то мысль писать и душа здесь включается и эту мысль эта мысль разворачивается в целый абзац и надо страницу испишем и потом вот я это блокнот их они накапливаются я складывал складывал потом перешел уже на большие блокноты а потом когда чувствую их набралось уже стопка давай перелистывать собирать компоновать этот лисочек сюда этот туда разделил по темам смотрю книга книга просто да это мощного совет на самом деле а потом только эти расставил ну как говорится расставил по оглавлению разложил еще какие-то связки дописал все книга готова то есть сама книга пишется собирается материал допустим может и годы он потихонечку наверно накапливается а сама книжечка книга пишется ну там месяца два и ты готова но это вот такой вариант и главное она написана с душой будет то есть это будет человек когда люди берут книгу в час так как недвиженных магазинах сейчас очень много книг люди часто вот особенно женщин они берут так вот идут по ощущению да когда книга звучит с душой они ее возьмут обязательно сочувствует понимаешь поэтому вот такой вот способ написания книги кстати ты планируешь еще писать да да есть мысли а ты и я мне кажется мне таланта нету такого особо поэтому забудь хорошо забудь начни писать душой и там будет видно но тогда буду да просто начни вот записывать записывать и ты посмотришь куда тебя тянет что это что это такое я когда мне в свое время говорили а не одна женщина когда мне было 40 лет она мне сказала не 40 43 она не сказала вы будете писать книги и вы и ваши книги будут очень известны я письмо это не люблю писать я не умею мне пришла такая информация ну ладно прошло семь лет у меня полилось к интересно вот если вопрос я даже не думал сначала писать книги просто записывают чтобы как-то это ну осознать поглубже прописывал какие-то мысли но потом когда набралось многое я разложил я увидел что книга уже готова так что вперед друзья есть песни это классно потому что знаете на самом деле после того как мы с вами написали очень много у меня в окружении есть экспертов психологов классных личностей только за шарин мы вот все хотим планируем там десяти лет десять лет пять лет пятнадцать все никак не можем оказывается можно то есть на самом деле взять и написать то есть вот как-то сделать шаг я уверена что сейчас через вот этот совет многие вдохновятся и просто сделают вот этот шаг друзья здесь мы говорим об этой книге но есть у меня здесь и другие книги материнская любовь вот и живые мысли так вот вот это вот сейчас я хочу достать вот это особо мне нравится потому что я специально такой портрет строгий такой для тех особо непробиваемых женщин так вот я что хочу сказать дорогие друзья материнская любовь вышла несколько дней назад вышла новая книга материнская любовь там четыре новых главы переработанная дополненная новая книга материнская любовь она уже есть в интернет-магазинах в этих магазинах начали развозить заказывайте в интернет-магазины и вы получите одними из первых новую книгу материнская любовь 20 это юбилейное юбилейное издание до юбилей на 4 новые главы в честь вот 20-летие со дня выхода вот этой вот замечательной книги мощно и знаете хотел еще чтобы ваше мнение вас вы часто говорить там рот потом душа там был связь богом там да вот в эту сторону хотел бы чтобы не на что пояснили потому что вроде писатель психолог и а этот чуть эзотерическими кажется тем или религиозные куда-то уход насколько у вас это совмещается ты знаешь вот иногда меня спрашивают как вас назвать ну писатель есть да заметно психолог тоже да вроде бы и всяко что еще я еще философ я написал диссертацию по философии вот я и эзотерик я многотник прочитал именно по эзотерике потому что я считаю что нужно весь объем знаний охватить плюс я электронщик физик я занимался выпуском лазеров то есть я специалист еще и технически близки у нас это вообще запредельная вещь тоже то есть для меня запредельность она во всем я ее во всем ищу я психологии выхожу за за рамки и философии и вот в эзотерике тоже я не иду я не улетевший я ищу доказательные элементы доказательную базу для чего-то или хотя бы косвенно доказательную которая позволяет мне идти правильным путем выбирать верные методы решения с помощью и духовных знаний я знаком с религиями я дважды прочитал всю библию и прочитал коран изучал восточные религии с изучал суфизм то есть побывал очень во многих монастырях и и местах силы то есть это для меня тоже это все мое богатство это все мое накопление что вообще-то и позволяет в общем-то любую тему раскрывать всесторонние всесторонние я считаю что конечно узкая специализация она может быть эффективней но и не уверен потому что когда ты объемно смотришь на человека имеешь множество инструментов то взаимодействие получается более сильно ты же ты же знаешь что происходит на поток я знаю и поэтому я хочу чтобы в глубину в эту сторону идти для того чтобы читатели поняли потому что иногда в ваших книгах но не во всех вот в голограмме это прям четко было я ясно понятно но в других книгах непонятно что в эзотерическую сторону как бы уходить я считаю что современный человек должен в общем-то все ни от чего не отказываться если я прямая позиция простая если я беру какую-то книгу из любой области и она мне непонятно там я просто я пока до нее не дорос то есть я стараюсь изучить что-то эти темы это направление включая изучаю научный подход тоже к этой теме то есть постепенно постепенно у меня создается собственное понимание тех же духовных принципов тех же эзотерических принципов я на веру редко беру обязательно пропущу через жизнь через какие-то свои прямые или косвенные исследования в первую очередь на себе пробую все на себя поэтому меня в жизни чего только не было места силы что он дает вот вы посещаете места силы даже на протоке на манкенте мы ездили да там в этот туркестан знаете места силы для меня не само место силы как таковое интересно а место силы мне как одно из проявлений земли то есть я изучаю я люблю землю люблю планету и стараюсь ее изучить максимально поэтому я совершил поездки это почти в 60 стран совершил кругосветное путешествие то есть я в общем-то землей стараюсь познакомиться и поэтому а места силы у земли это ее акупунктурные точки которые позволяют во-первых самому как-то войти с ней более глубокий контакт вот например я недавно летал на мальдивы специально к месту силы которая скоро будет затоплены то что мальдивы уходят под воду и лет через 30 точно уже не будут их практически не будет там строят дамбы прочее но это не решение вопроса так вот я ездил туда специально то что оно дало мне оно мне дало такое вдохновение такое даже посвящение определенное то есть я оттуда приехал с большим набором энергий с большим пониманием глубокими более глубоким мировоззрением то есть они дают но в то же время я через эти места силы общаюсь землей и что-то даю ей это обмен знаниями на иди энергетическими энергетический обмен происходит то что надо земле обязательно любовь проявлять не только брать у нее отдавать это в каждом место силе я обязательно приезжаю с любовью с уважением с благодарностью вот сюда приехал тоже вы представляете вот но простой пример вот мы мы здесь проводили поток жизни проводили поток жизни и вы помните мы очень хорошо провели комфортно гармонично мы общались с духами местными надо учитывать духи есть везде особенно на природе а здесь прекрасная природа мы поднимались горы общались с духами то есть нас здесь запомнили как очень ну комфортных и что вы думаете сейчас приезжаю сюда здесь помнят знают мало того представляете как мир подарок какой сделал повар повар фамилия порова повара некрасов это не случайность это как бы мир ответил за то что мы благодарностью как бы с уважением то что я здесь много оставил доброго мы здесь много чего сотворили доброго вот это все-таки духов не хочу ходить с этими энергиями потому что иерархия какая-то выстроенная у них нам тоже там есть иерархия есть иерархия но есть духи не очень гармоничные есть явно негативные но не они негативные не по своей воле чаще всего духи негативные под чем-то влиянием чаще всего и под влиянием человека то есть допустим какие-то не очень хорошие люди редиски как они хотят использовать в своих целях духов природы это знаешь на используя используют и вот используя раз-два-три то есть втягивает процесс и дух уже становится несущий негатив начинает действовать в а изначально все нейтрально как будто бы они изначально вообще изначально на земле изначально все было для человека все для человека в помощь ему вы знаете вот и спросите травника он скажет что каждая травинка там то 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 есть все для человека было создано максимально но сам человек видясь не совсем себя адекватно не очень красиво часто используя в негативных целях что-то он в общем-то породил и соответствующие негативные воздействия и силы хорошо вот у меня сейчас вопрос возник уверен кто-то смотрит да и сейчас думает а вот как мне тогда защититься от духов когда в какие-то места вот что-то чувствую надо ли ставить какие-то защиты ну женская позиция мужская позиция идти навстречу и уверенно и строить ну для меня в первую очередь строить дружеские отношения поэтому приехав сюда первым делом я поздороваюсь пообщаюсь ну отошел немножко от здания там природы просто уважаемый дух этой местности я приветствую тебя я вот хочу здесь провести то 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 друзья не посчитайте это за речь сумасшедшего давай будем сотрудничать я не будут мешать не буду вмешиваться в твои какие-то твои процессы но я постараюсь ввести очень гармоничный здесь процесс но и сильно мы с каждой группой приезжая мы ведем очень гармоничный процесс здесь все расцветает благодаря этому у нас не пьют не курят то есть мы в общем-то не дебоши создаем очень комфортные отношения поэтому поздороваться пообщаться не бояться когда вы с любовью с благодарностью когда выезжаешь поблагодарить вот то поверьте уже по цепочке пошло вы куда-то приезжаете то дух уже знает что это там уже был визитка пришла что он человек добрый и относиться к нему по-доброму и вот уважительность любовью но без преклонения да 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 без преклонения там не надо там на коленях ползти ползти а просто я человек я ты своей стезе как говорится живешь я в своей но мы на одной планете мы должны дружить я уважаю тебя благодарю за то что ты делаешь для земли я тоже стараюсь что-то делать для земли ну вот примерно так интересно у меня такой случай на гуа был я вообще когда такие рассказы всегда слушала и думаю что люди курят да чтобы там увидеть разговаривать там что-то этот и мы прилетели на гуа и я один день себя плохо чувствую 2 что нехорошо да а у меня какое-то отторжение пошло только вышел самолетом не понравилась страна вообще место какое-то и в какой-то момент я сплю я думаю но также невозможно нам еще десять дней дает то есть еще восемь дней в таком состоянии не смогу я начал богов вспоминать идут шива почему-то вспомнил я предстоял как будто с ним разговаривал попросил у него как это разрешение присутствовать да там и и все и с этого момента я утром просыпаюсь я себя хорошо чувствую у нас везде вкусная еда везде открываются двери и вот после этого я точно понимаю что такие процессы очень важно озвучивать даже ты не видишь не чувствуешь просто высказал высказал имея в душе это намерение его высказал что ты приехал с миром с дружбой что ты готов этому месту сделать любые подарки и подарки тоже можно сделать какие-то очень эффективный этот процесс да очень крутая техника антон александрович вот мы сейчас много говорили да про душу да в том числе и вот мне вот интересно как вы со своей душой общаетесь и что вы можете порекомендовать тем кто нас смотрит на у кого возможно кто все время живет именно в уме умом и уже разучился чувствовать эту тонкую грань и разучился слушать идти из импульса сердца из импульса души как научиться слушать и слышать свою душу залывался потому что скажу неожиданную вещь первое что нужно это сделать клизму друзья не зря смеетесь то есть я мои шаги к общению с душой начинались того что я пошел в голодание поголодал немножко очистил кишечник но кишечник ощущается сам знаешь как и прояснилась голова и вдруг я что-то стал видеть наблюдать чувствовать то есть повысилась чувствительность то есть очистив кишечник у меня улучшилось и восприятие мира более тонкое стало восприятие потом это был первый шаг потом я бросил курить бросил пить потом следующий шаг это тоже сказалось сразу какой-то понял что это как-то мешает ну выходишь на природу такая природа цветущие там деревья прочее а ты с этим дымом ну явно не несоответствие такое то есть из уважения природе вот тем же местам силы приходишься тебя там запах табака там и так далее на код это от этого отказался потом в какой-то момент я понял что не мешают то есть чувствую что-то пробивается чувствуешь душу пробивается местами ну слабо пробивается или кратковременно потому что мешает какие-то мысли какие мысли какие-то нехорошие мысли какие-то негативные какие-то там сомнения или там страхи что-то или там о чем-то думаешь тяжелым там какой-то мир проблема какая-то или что то есть тяжелые темноватые а то и грязные мысли вот постарался избавляться от этого это дело до сих пор стараясь говорить чисто на нормальном языке без без матов да маты очень сильно снижает вибрации очень сильно снижает вибрации мат вот и вот то есть привел в таким образом и сознание в порядок и все и ты спокойно ощущаешь чувствуешь общаешься вот это кстати книга которая сказал рождение женщины она она как раз построена так что там прочтя ее если с ручкой и блокнотом ты прочтешь то есть почитаешь главу например и на основе этой головы пишешь свою главу как бы об этом же это одновременно расписываешься то есть ты входишь в тему вот заодно ты настраиваешься с душой выстраиваешь то есть прочитав эту книгу и прописав вот свои какие-то главы все у вас контакт с душой есть супер классная рекомендация особенно с 1 я знаете еще хочу отношения с богом ваши потому что очень многих людей конфликт с богом меня вообще-то очень сильно удивляет у них какие-то претензии там что-то выговаривают почему-то к радости я уже давно не встречаю тех кто в претензии потому что это уже невысокий уровень сознания и это явный человек просто ну будем так говорить еще ребенок который не понимая делает глупости то есть это глупость для меня бог знаете я его не персонифицирую для меня бог это любовь то есть это разумная высокоразумная энергия творящая энергия высокоразумная то есть не надо общаться очень мудро это это есть бог в библии так и написано бог есть любовь в коране тоже об этом говорится поэтому вот именно отнесись с любовью и начинай в общем-то потихонечку их когда вместе использовать вот примеру некоторые вот и господи да 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 а ты скажи тьфу ты любовь то есть ты уже начинаешь различать различать и начинаешь любовь соотносить именно с вот этой высокой сущностью и а любовь но любовь явно все воспринимают все-таки бог это там есть не там у кого какой там и прочее по-разному рассуждают ака а любовь все-таки на везде любовь и четкое понимание вера в ту что вот это любовь доверие любви богу доверяя себе потому что на одном из потоков вы рассказывали что вы как-то влияли на землетрясение да то есть я очень часто встречали людей которые про это говорят но вы первый человек который предсказал землетрясение собрал еще группу и туда выехали но вот этот вот контакт такой контакт он когда ты с душой общаешься ты тонко чувствуешь что в принципе начинаешь постепенно последовать следовать этим подсказкам не всегда не сразу делал много глупостей не слышу пока там какой-нибудь подзатыльник не получала чтобы корректирующие события открыть но потом все точь и точь и все уже практически всегда с первого раза слышу и понимаю и это упрощает сильно вообще жизнь легко ты знаешь что делать куда ехать как и что вот например недавно я наметил весной точнее зимой наметил вот такой тренинг который сейчас вот новая моя тренинг для резонанс некрасова то есть я раз новую методу разработал и хотел вот ее и решил провести в сочи все уже мы оплатили там подобрали место все надо заранее то что сочи летом не возьмешь ничего а а вот спустя три месяца я понимаю что в сочи не надо чувствую что не надо я меняю решение то есть подсказка идет что в сочи не надо я меняю решение не потерял деньги там там и так далее но я меняю решение и провожу в уфе и все получается супер подсказка в каком виде она приходит это какая-то мысль вас приходит или это событие это мысль подсказки они разные есть виде мысли образы какие-то возникают возникают какие-то знаки на знаки все там ты чем-то подумал и подтверждение этому допустим что-то что-то произошло необычное и подтверждение вот многие пример используют там номера машин там допустим брать машина как с такими но интересными номерами это не просто так иногда даже раз не понял второй раз и те машину пошлют с этими номерами чтоб ты понял она женщина идя по улице три раза все все поверил все благодарю идет и опять сомнение взяли еще снова знакомство все успокоилась идет нет еще сомнения третий раз сомнения потом уже четвертый раз тоже не поверил снова сомнения и ей как бы как будто говорит голос сказал поверни голову я дать поворачивал а там написано ресторан отруби себе голову такие знаки то есть мир вообще-то вокруг нас тысячи помощников вот эти вот ангелы говорят тысячи помощников просто ты когда находишься вот с чистым кишечником с чистыми мыслями с открытым сердцем доверием и любовью и уважением к этому миру то мир с тобой также с любовью с уважением общается ширину по мыс ангелами общается до 100 процентов просто вас слушаю действительно в том плане что действительно когда есть какой-то запрос и даже когда какие-то сомнения мир через знаки через людей через сон через какие-то мысли то есть вот разговаривает с тобой и ты просто тут очень важно идти и то есть не не соединяться с с какими-то могут быть навязанными страхами от ума то что может быть соединиться с душой и идти и вот тогда в этом процессе ты действительно вливаешься в этот потом и идешь по жизни очень уверенно потому согласна как она есть вообще эта тема серьезная антон Александрович у меня вот есть такой вопрос вы знаете что некоторые люди ходят годами на психотерапию год-два-три-четыре они все ходят прорабатываются каждую неделю но я знаю что также вы за один запрос за одну консультацию действительно можете помочь то есть вот у вас есть такой метод можете подробнее об этом рассказать потому что много будет смотреть нас людей дело в том что здесь как раз из я использую то о чем спросил игорь и о чем ты говоришь ты говоришь о душе ты говорил о тех вопросах которые до этого было вот и затеяли к там прочее прочее объемность моих знаний то есть вот эта объемность моих знаний и объемное представление о человеке не только как это суповой набор мышцы кости на нервы а это комплекс достаточно много энергетически мощный комплект вот такое понимание уже мне позволяет человека видеть очень как это сказать видеть очень четко и видеть его проблемы то есть легко это это один то есть вот такой об этом и такие знания кроме того конечно у меня большой психологический опыт более 30 лет этого а ведь на самом деле это проблема то имеет всего несколько корней они растите в основном типичные то есть это второй момент третий момент что я общаюсь душой человека то есть вот то о чем мы говорили я не только с своей душой общаюсь я через свою душу общаюсь душой другого человека когда он приходит ко мне на консультацию я сразу выстраиваю с ним отношения с его душой а каким а я его люблю я люблю людей и вот любовь я с любовью и его душа сразу открывается соединяется с моей душой и начинает мне рассказывать все о что что он даже не хочет сказать но зато это ему нужно объявили я не любопытный то есть я лишь не не беру информацию я только беру то что касается вот ему нужно сейчас и мне душа уже до него никак не может достучаться до его маковки вот она его привела за шкирку ко мне вот ты-то мать я перевожу практически то что говорит душа поэтому все в точку все десятку ничего он отказаться не может и главное все для него становится ясно что делать поэтому я иногда прям под запись пиши первое то-то записал дальше прям даже иногда расписываюсь к исполнению обязательно исполнить смех смехом но для многих нужно вот такая установка уже не не всегда у вас же есть методы которые прям жесткие нога да я вот помню как то вы девушке сказали что ты завтра чуть чуть не умрешь она у нее там истерика была да и это потом зачем вы так сказали а потом когда я с ней поговорил я думаю в принципе наверное одну по другому не доходит что ли ко мне часто приходят люди которые на грани жизни но сразу скажу ко мне безнадежные не приходят мир до меня не допускает ну чтобы не тратил зря энергию безнадежный человек но смысл вот но если ко мне пришел значит он его можно вытащить я сам вышел из серьезной проблемы поэтому и от онкологии поэтому знаю как это делать и я если привел ко мне то я знаю что нужно это что я должен добиться результата это очень хорошая установка ко мне безнадежными это классно да поэтому да это сразу ты прям это тебе дает уверенность и и задача прям такая ты обязан найти решение понимаешь то есть отступать некуда тебе человек пришел до последняя инстанция для него ты он к тебе специально пришел и вот я стараюсь и так и так танцую 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 но иногда когда смотришь ну любой танец на любой танец у него на любую по свое по причем свое она знайка на там то 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 у нее на грани жизни прям буквально все фонит она в своем уме ничего не замечает никаких знаков ничего тогда я уже говорю прямо хорошо касается давайте-то вы пришли ко мне я обязан обязан вам помочь жить но я вижу вы не хотите жить у вас в скором времени жизнь закончится собирайте чемоданы и до свидания не хочу с вами разговаривать сразу шок сразу другое ушат да потому что ну как ее еще пробить растормошить просто как пробить бывает что так но вообще когда ко мне приходит вот с такими серьезными проблемами когда видишь что человек уходит я в 99 случаях и никогда не говорю об этом это это говорится для тех у кого прямо где-то как триггер для чтобы у него что-то сработало чтобы он заходился зашевелился и все-таки остался жив здесь вот еще один момент часы на вот к тому по поводу как дышу душу слышит ты вот и упомянул тему землетрясения да я вообще мне очень шокировало это ладно вы знаете ладно угадали случайно страну но вы собрали людей таких же привезли туда и оно случилось вот что меня удивляет ну надеюсь меня не обвинят том что это я запустил дело в том что я помните ты задал вопрос по поводу мест силы на то есть я общаюсь землей я очень уважительно с любовью общаясь землей местах силы вообще с землей общаюсь я за общаюсь духами поэтому мне земля земля это тоже живой организм она мне иногда говорит очень важные вещи и иногда просит о помощи земля меня постит просит о помощи я не случайно совершил кругосветное путешествие то что я чтобы ее все вот так знаешь вот как потрогать вот так обнять потрогать вот поэтому я с ней очень хорошие отношения и вот она мне подсказала что в непале скорее всего произойдет землетрясение и очень серьезное землетрясение и там в общем серьезно землетрясение тоже там 1 70 80 лет происходят молодые горы и там накапливаются напряжение они выливаются и я решил с группы поехать заранее я уже знал ну не день и примерно там плюс минус плюс минус 10 дней вот так я знал что может произойти я заранее собрал группу ребят игру ребята вот надо я уже сказал поедем на тренинг но в тренинг будет к тренингу будет практическое приложение я не сказал ребята были не совсем готовы чтобы это услышать уверен был что я их подготовлю и все состоится как надо то что тем более рядом со мной ничего ничего плохого не произойдет я это знал я знаю всегда так вот мы прилетаем приземляемся едем из аэропорта в автобусе на экскурсовод автобус едем по городу а у нас от наш отель за городом в горах останавливаемся чтобы обменять деньги заходим в обменный пункт в здании и здесь бабах толчок я его не ожидал то есть я его не ожидал то есть для меня был то ли я был в суете вот этой переезда то ли после самолета длинните а туда в неполете там через эмираты в общем то есть сложность долгий залет я наверно был немножко не в том состоянии чтобы услышать услышите по услышать этот момент я знал что скоро но я думал что мы успеем доехать и я тогда все расставлю все по местам и всех подготовлю и так далее я думал у меня есть дней пять еще на на подготовку по моим расчетам но он состоялся раньше этот раньше на пять дней вот я мы выскочили оттуда этом женщину вытащилась везде здание обрушилась то и все мы на площадь выскочили я всех поставил ребятам все уже началась практическая сказал что делать мы там то 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 в общем все и мы начали работать конечно были сложности не связи не воды не еды у нас только один автобус водителя сказал одному там держи с украины и парня говорю держи его чтоб не убежал то что экскурсовод сбежал и вот мы поехали по городу искать где остановиться что ехали горы бесполезно тот и как потом оказалось здание тот отель разрушен и по городу много разрушенного ну 7000 человек погибло первого дня хотя ну это как оказалось это маленькая часть землетрясение она происходит несколькими вариантами в данном случае был вариант такой один пристрелочный 1 2 основной разрушающий и 3 защищающие вот как правило чаще всего именно так так уже я знаю землетрясение как правило так происходит так вот и был пристрелочный 7000 человек города столицы нету непалада команду нету и вот мы едем по городу развалины развали то смотрим стоит здание стоит отель новый отель заходим не пострадал а его только построили и все же как называется шамбала как будто для нас построили и мы там остановились мы подружились с обслуживающим персоналом они спали прям тоже в отеле они днем добывали нам еду воду там очень пелено песни так мы жили где-то полмесяца мы жили и каждый день мы ловили уже здесь я уже был настроен или группа на страну сразу раз выстраиваться мы уже стали чувствовать приближение волны раньше чем собаки даже еще еще собаки не завели петухи еще не закукарекали птицы еще не взлетели это первые признаки вот землетрясение птицы там чушу все шум а мы уже знаем все бежит становимся в круг начинаем включаем наши самые мощные источники любовь конечно сердце открыто в чем суть метода нужно как можно большем состоянии любви находиться земле друг другу природе ко всему и тогда твое сердце открыто и ты пропускаешь вот это напряжение в земле накопившиеся через себя и вот эта волна идет и начались через нас она проходит вы разряжается не через компенсаторный клапан на себя функцию да и через себя мы разряжаем и все и вот мы 15 суток работы каждый день дробно мы запустили дробный процесс то есть основного удара не не стоялась вот эти 7000 это было больше никто никто не погиб дробно но эта дробность продолжалась 15 дней все меньше 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 и когда ученые вообще был специальный симпозиум по этому землетрясение то что он необычный оказалось потому что так вот такого не было что партнерсиан такой россиян такой дробный причем по снижающими хотя должен быть и когда посчитали мощность вот общую мощность этого землетрясения то она сказать что это как мандумба не было вообще и многих городов непала то что там вы погибло более 100 100 тысяч человек а вот если эверест на 40 метров он снизился может его трясло вот и вот на 40 метров эверест снизился то есть вот вот какая сила вот еще раз я повторю вопрос откуда такая уверенность или вера в это все вы рассказываете я понимаю то есть мы сейчас сиди в безопасности нам комфортно нас не трясет но вы землетрясение идет вы выходите заранее говорите станьте в клуб ладно первый раз вам что бы случайно угадали да вы встали но второй выходила они же верят потом вы если по воде пойдете никто не удивится здесь конечно многое от меня зависело если я там впервые почувствовал что я совершенно не боюсь то есть вот все происходит все это я все потом смотрю а мне даже не грамма испуганит то есть полная уверенность что все идет как надо все идет под контролем то есть полнейший весь я сам этому удивился но это понимаешь это наверное многолетняя наработка это же мое не первое землетрясение тоже я уже тренировался на землетрясение мы же пару лет назад нам было предложено опять же с небеса даже общаемся как говорю мы люди служивые у небес приехать в сочи и жить в сочи ну дочь младшая учится в школе чтобы она первый класс пошла в сочи все мы организовали в сочи там очень интересная была композиция как мы там оказались на все оказались нам говорят потом когда мы все устроили все ведь ребята феврале следующего года но как раз через там через полгода где-то в сочи будет очень большое землетрясение символов я уже знаю что такое символов я понимаю тем более для сочи яси сочи символов это полное разрушение то что там 80 процентов на оползнях и как строят в сочи я тоже создастом да вот поэтому я понял что серьезная будет проблема и серьезная задача и мы полгода где один где мы женой где втроем и дочь участвовать она не осознавает а мы просто с ней ездили в определенные точки сочи в определенные места силы работали снимали заранее все напряжение так далее так далее сочи еще труд трудно в чем в чем была трудность если где-то на природе то там поработал и все а в сочи же едут и едут людей везут грязь ведут энергетическую грязь и везут и везут эшелонами самолетами и так далее поезда постоянно и все же едут расслабиться отдохнуть стряхнуть стряхивать негатив стряхивать негатив да и в этом была самая большая сложность сами места силы я все прямо в порядок довольно быстро а вот сделать так чтобы все перри запустить переработку от этого негатива приезжающих вот это было самое сложное но мы это сделали где-то за месяц до вот это назначить дата февраля это где там 3 4 февраля мне сказали будет землетрясение вот нам сказали надо уехать а мы в двадцати восьми этажном доме жили говорит надо на всякий случай хоть вы поработали хорошо но на всякий случай если нам дом как-то сразу в аренду появился мы поместились в доме и действительно 3 или 4 февраля не помню уже помню где-то 2 2-3 балла позвенели люстры посуда позвенела где-то там я даже не заметил этого момента то есть все разрядка произошла это уровень вашей уверенности и веры очень удивляет люди ладно им деваться некуда там все уже разрушилось и не стоят то чем я о чем говорим о душе запредельным на самом деле это все реальность я физик электронщик лазерами занимался то есть для меня все это физику процесса я понимаю все есть энергии и работа с энергиями она очень она классическая просто надо чуть-чуть допустить поверить расширить сознание открыть сердце тогда ты слышишь видишь и участвуешь активно в жизни планеты ну вот примерно так с тором последний вопрос у меня есть антон александров планируете ли вы обучать специалистов чему вот свои методы именно передавать работы экспертам там психологам чтобы они в дальнейшем тоже работали по вашему ты знаешь специальным методом не не обучаю я считаю что у меня по крайней мере такая 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 концепция я стараюсь человека в общем привести в гармоничное состояние чтобы у него и здоровье было чтобы в семье у него все было нормально и сознание расширить то есть сознание расширишь вот ему там у него третий глаз открылся там прочь это у него сверхспособности такая гордыня прет из человека это да и куда его понесет еще а вот когда ты все я поэтому комплексно все гармонично выстраиваю личность и человеку уже даже его способности они приходят естественно не без напряжения не искусственно естественно они естественно вписываются в его жизнь легко постепенно и все и человек в общем-то а хочешь дальше пожалуйста ты уже можешь идти ну дальше они не обучаю пока хотя вот сейчас вот этот вот вот этот тренинг который сейчас идет это новый совершенно формат это возвращение потерянных ресурсов это тоже запредельная тема то есть это такой фантастический вообще-то процесс потому что люди в основном теряют от трети от 30 до 50 процентов своих всех ресурсов и живут на 70 максимум а то или даже на 50 процентах всех ресурсов и вот я нашел метод возвращения этих ресурсов вот и поэтому возвращение этих ресурсов она этот метод он я его сейчас шлифую вот я провожу второй тренинг на эту тему сейчас с 18 по 25 июля будет на алтае этот это этот тренинг же и скорее всего отработаю методику и буду обучать уже уже этом обучать могли бы чуть уточнить и потерянные ресурсы от чего теряются и где прошли будет непонятно скорее всего но потерянные ресурсы но классические типичные потери ресурсы допустим ты сам наверно да вы сами заканчивай школу о чем-то мечтали куда-то хотели пойти там и пошли а пошли не туда или родители направили но всякое бывает как одна женщина говорит я все мечтала там медицинский так далее так далее так далее встретила подругу она шла тоже сдавать документы она сдает это в культ просвет училище а у него годами у нее вся семья медики туда туда столько энергии вкачаны она пошла совершенно другим путем и например женщина собирается замуж там любовь там прочее то 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 уже там наметили где жить как жить и так далее да и так далее или он или она прыжок в сторону и все и не просто потерянные ресурсы есть они разных видов есть просто потерял и забыл ну ладно мы потерял но чуть меньше стало вторые они тянут еще и на пожирающие на них ты них вспоминаешь не сожалеешь обижаешься там на кого-то там вот из-за тебя там что-то там или уезжали от того вот не выбрала того там прожила с мужем например лет 15 и вот он стал плохим вот зачем я за это вышла от было за того тянет это это же я их называю живые потерянные ресурсы которые тянут энергию это посложнее с ними справиться но и они и зато эффективно сразу эффективность выскакивает сильно дальше есть еще более сложный вариант когда не просто вот живой но живой настолько много туда вложено что образуется параллельная жизнь и там даже присутствует часть человек души человека то есть там образуется параллельная жизнь это душа она здесь и там как бы сопровождает и если у тебя здесь все плохо а там все лучше и лучше и лучше то душа просто переходит туда и все это даже закрывается на фантом на жизнь уходит а физически отсюда вы сейчас очень много самоубийств среди подростков а это связано вот как раз с этим их дома ругают в школе ругает кто-то у них не учится там не а он в компьютере он в играх он в игре у него так у него там все классно а ты вот это знаете еще знаю же есть у этих у инвалидов так бывает своя планета они придут где у них все хорошо и они там живут постоянно что здесь боль не могут терпеть и как но покалечены да бывает такое да то есть это это настолько серьезные вещи и настолько это возврат ресурсов дает такой всплеск мощнейший ну например когда я эту метод откопал это было несколько назад я удержал и не не выходил с ним то что я его исследовал проверял потому что серьезный момент так просто нельзя и о нем заявлять от стивили сразу на людей выносить вот несколько лет я обрабатывал то вот когда я его нашел на себе первую очередь испытал так вот в декабре я испытал на себе за следующий год я издал 10 книг это мощно пляж часть написал часть подтянул там какие-то там прочь это какие-то свисяки были то есть вот это все 10 книг за год мы согласились причем я же продолжал ездить читать лекции там проводить консультации и так далее так далее то есть все то же самое плюс еще 10 вот какие ресурсы появляются мощно ну что друзья да в завершении знаете хочу вас порадовать вот тоже получила уже многочисленные отзывы получили об этой книге и вот одна из моих женщин которые со мной как-то работала ведь что я ее прочитала прочитала эту книгу до этого мы с ней готовились в программе и ко я забеременела сама представляете и на самом деле хочется просто еще раз поблагодарить вас поблагодарить вот за такое вот удивительное сотворчество это не единственный отзыв и ваша помощница светлана и я вам поставить мы обмениваемся все время люди пишут и это действительно большое благое дело просто благодарны мне уже несколько женщин сообщили со мной же они не стесняются разговаривают открыто что именно пауза прекратилась что пошла начала восстановился менструальный цикл хотя в возрасте одна женщина ножку антон санч мне 50 лет что происходит благодарю за то что вы здесь ведете такую интересную и очень важную работу мы с вами всегда на связи всегда в едином потоке поэтому дорогой казахстан вот с такими друзьями с такими друзьями можно решать любые задачи спасибо большое благодарю за доверие счастья вам дорогие друзья благодарю